Приветствую всех на нашем канале. Продолжаем делать обзор на Самвелла, где он давал интервью Кате. Гараж фиг знает под каким уже номером. Кто давно смотрит Самвелла, понимает эту фразу. Татьяна Васильевна, слушайте и не говорите, что не слышали. Самвелл говорит, что не любил школу и мне было трудно просыпаться от того, что дома был постоянно пьяный отчим и скандалы допоздна. Какая школа и учеба, когда дома пыль до потолка. Однако Эдику это не мешало учиться и получать практически каждый день на каждом уроке пятерку. Самвелл говорил это и раньше, что у брата очень хорошие знания. А сейчас он добавляет, что а у него этих знаний не было и нет и поныне. Поэтому Эдик и в Артек ездил, а не Самвелл. Эдика любили учителя, но не Самвелла. Эдик тоже об этом же самом говорил. Любовь окружающих, начиная с семьи, школы, многочисленных друзей и возможно даже родственников. Может быть поэтому у Самвелла и такая реакция на Эдика сейчас и агрессия опять-таки проснулась. Потому что все родственники встречают Эдика, приглашают к себе и он не может это пережить. Как же так? Такой огромный клан армян и принял Эдика. Понимаете? Но не Самвелл туда попал. Это могло быть причиной зависти со всеми вытекающими последствиями, которые мы в принципе сейчас и наблюдаем. Возможно поэтому Самвелл сейчас пытается окружить себя толпой людей. Но он не может побороть себя. Я уже говорила в первом обзоре, что он все-таки социопат. И в некоторой степени я думаю, что и мизантроп. Думаю, что ему было бы проще и легче в обществе одного человека. Ну максимум двух. Но он же считает себя королем, которому нужна свита. Плюс, опять-таки упомяну, у Эдика там много в окружении присутствует людей, которые с ним там прям вась-вась на короткой ноге, прям дружелюбно к нему относятся. И ему тоже. Он не может ограничиться одним-двумя людьми. Не может. Ему нужно много людей. Текучка в смене свиты тоже свидетельствует о несговорчивом характере. Кто смотрит его с самого начала, замечает, что он становится все хуже и хуже. И происходит это очень стремительно. Сколько у него было друзей на момент открытия канала? Ты да я, да мы с тобой? В основном коллеги по работе, с которыми он вынужден общаться. Ну как он говорит, мы с Алексеем очень давно, друзья с Игорем. Хотя некоторые зрители писали, что с Лешей его связывает точно такая же дружба, как сейчас с Колей. Опять же таки, прямо он нам этого не говорил, но как бы подозрения такие имеются. Далее пошел разговор о том, что по просьбе брата он украл из школы весы, барометы, рыбонитовые палочки, какие-то карты воровал. О чем это говорит? О ведомости. Им легко управлять даже человеку, которого сам Вэлл не любит, буквально ненавидит. Главное правильно надавить на нужные речаги. И еще это говорит о склонности к воровству. Он даже не подумал возразить брату, а просто пошел и сделал это. Ну воровство это обычное дело у них в семье, начиная от матери. Эдик говорил, что у них была благополучная семья. Откуда? Сожители матери алкоголики. Все ходили воровать, что плохо лежит у соседей, в колхозе, в школе. Если посмотреть, как одевался сам Вэлл, тоже понятно, что семья была малообеспечена. Чаще всего это случается у людей, которые злоупотребляют спиртными напитками, ну и прочими какими-то такими. Если бы Татьяна Васильевна жила с каким-то непьющим мужчиной, они бы не испытывали нужды. Маринка, конечно, постоянно влазила. Это лишний элемент этого интервью. Тоже хочется славы. Возьмите уже у нее интервью и пусть она успокоится. Вот не просто так. Вот она, как обезьяна, лезет в объектив и тянет одеяло на себя, невзирая на всю компанию. Вот все свободное место просто занимает собой. Всех собак, что Юра, что Марина, захотели повесить именно на Эдика. Это считывалось невооруженным взглядом. Почему ты подчинялся Эдику? Спрашивает Маринка. Он уже тогда, значит, тобой манипулировал? То, что Самвэл ей объяснял, ее это объяснение вообще не удовлетворяло. Самвэлу нравилось воровать. Вот и все. Он во Францию ездил, украл безе на улице у продавца, воровал в магазинах. Это я сейчас не касаюсь его детства. Сколько там было, это мы уже говорили, переговорили. Кто давно смотрит, знает от и до. Не всегда это было связано с безденежьем. Клептоман. Вот и все. И Самвэл, в принципе, это же самое говорит и подтверждает. Но Маринке это неинтересно. Нет. Ну, понимаешь, Самвэл, она тебя вытаскивает, хочет как-то облагородить это все. А ты не понимаешь. Еще один интересный факт прозвучал, что когда он воровал, он думал о том, что Эдик сейчас его за это похвалит. Говорит, вот я сейчас украду, принесу. А он будет говорить, молодец, спасибо. Либо вот где собака зарыта, два брата, один гордой школы, золото школы, а другого будто в природе не существует. Сейчас ему тоже нужно вот эта похвала, хоть она уверяет, что нет. Уверяет, я думаю, больше себя, нежели зрителей. Поэтому и мать не отпускает к Эдику. Мать и так любит Эдика больше. Поедет к нему, а вдруг они уживутся. Эдик справится с заботой о матери. А что в это время будет делать Самвел? Кому он будет нужен? Он понимает, что никому. Коле достаточно иметь доступ к карточке. А вот матери, а матери нужно само присутствие Самвела. Он ей приготовит еду, они пообщаются. Самвел, когда ты попробовал алкоголь? А мы, говорит, собирались в школьной компании и у какой-то там бабки покупали спиртное. Вот, пожалуйста, да, село. Очень просто было пойти у какой-то бабушки что-то там купить. Говорит, вам продавали? Ну, чаще всего продавали. А если не продавали, то тогда мы посылали кого-то постарше, и кто-то нам приносил. Значит, когда Самвел рассказывал про Эдика, который, будучи старше Самвела, устраивал в отсутствие родителей дома блатхату с выпивкой, Самвел говорил об этом с каким-то таким плохой Эдик. Как нехорошо он себя ввел. Вот он такой разгульный образ жизни с тех самых пор привык вести с выпивкой. И сейчас он смеется над Эдиком. Тебе чача, вот чача, все, тебе кроме шашлыков и чачи больше ничего не интересует. Так Самвел, получается, делал то же самое. Почему он за собой не замечает никакой крамолы вот в своем поведении? Почему-то Самвел не озвучил, а сколько ему было на тот момент лет? Хотелось быть взрослым? Хотелось походить на брата? Или он думал, что вот сейчас он будет себя вот так вот вести, и тем самым будет похож на брата? Так. Может быть, он даже думал о том, что если он сейчас будет вот так же там выпивать, то возле него тоже соберется какая-то компания. Он, наверное, думал, что с Эдиком дружат вот только такие вот люди, которые вот на фоне алкоголя и сдружились. Он даже говорит, что знал, как сделать Брашку самостоятельно. Обалдеть. Обалдеть вообще. Что за село в самом деле было? Где они жили? И для меня это нонсенс, конечно. Я росла примерно в то же время. Не примерно, а в то же самое время, но село у нас было все-таки другое. Если бы он остался в этом поселке, скорее всего, он спился бы к этому времени, если бы, конечно, был бы жив. Далее Самвел стал говорить о том, что он очень боится стать снова бедным. Не хочется ему этого. И я подумала, что вряд ли с такими чувствами человек будет раздай сракой, как постоянно его называет мамка и переживает, что она дает последнюю копейку. Мы уже заметили, что Самвел больше говорит, чем это есть на самом деле. В его словах больше выдумки. Как мамка говорит, ты врешь, ты врешь. Ну, скорее всего, здесь больше сочинительства. Ну, вранье тоже, конечно, присутствует. Это мы тоже замечаем. Те деньги, что он сейчас тратит, это явно не последние. И запас, я думаю, у него имеется более чем приличный. Иначе он не стал бы вот так вот разбазариваться. С таким страхом-то внутри снова обеднеть. Далее он стал рассказывать, как он поехал в Москву, стал работать на рынке, почему не попал в армию, как Эдик не хотел служить. Мы все это слышали неоднократно на канале у самого Самвела. Далее речь пошла о том, что Эдик смеялся с желанием Самвела учиться, когда он уже отработал какое-то время в Москве, потом вернулся в Украину, решил вопрос с тем, что его не берут в армию там по многим причинам, что вначале гастрит был, подлечить надо было, а потом было солнечное затмение, ему делали операцию на глаз, и его из-за этого не взяли в армию. И тогда он решил поехать к отцу. И вот когда он вот туда приехал, Эдик и сказал Эдику, что он хочет учиться, Эдик стал смеяться с этого желания Самвела. А на кого он хотел учиться? На певца он собирался, пошел только учиться, когда он отработал уже в ЖЭКе и нашел пластинки на мусорке. А куда? Вот этот что-то момент, знаете, я как-то упустила или не поняла. Ничего не могу сказать. Если вы вникли в тему, напишите, пожалуйста, в комментариях, а на кого он планировал идти учиться. И Эдик его высмеял. Когда Юра услышал эти слова, вот то, что Эдик смеялся, он сказал, ну, Эдик такой приземленный, да, человек? Почему приземленный? Я все понимаю, Юра, что нельзя плевать в колодец, вылетит, не поймаешь. Рука, которая в данный момент тебя кормит, никак нельзя ужалить. Но думать же надо и немножко помнить, о чем Самвел рассказывает. Он не хотел учиться даже в школе. И в этом интервью он сказал, что я всегда говорил, что знание и учеба – это лишнее в жизни. Главное – деньги. Поэтому Эдик и подумал, что Самвелу лучше пойти сразу работать, а не тратить время на учебу. Что ж, посмотрим, какой будет вторая часть. Как я уже и сказала, что все это Самвел просто неоднократно рассказывал и на своем канале. Ребята могли бы как-то подготовиться и придумать, возможно, невозможно, а какие-то интересные вопросы, если они действительно, как они уверяли, что они прям смотрели Самвела за поем. Такое ощущение, что нет. Юра очень многим фактом удивлялся, изумлялся и просто «да, даже так». Для него это было все впервые. Именно поэтому и так было составлено вот эти вопросы, потому что они его не знали. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Спасибо тем, кто проявляет активность на канале. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии и ставьте лайки. Всем пока!